Могу вам сказать, что впервые у нас в практике работы за все время реализации областной программы улучшения жизнедеятельных условий, которая в этом году, слава Богу, уже 15 лет, распределение квартир одновременно среди пяти категорий граждан. Специально Минстроем совместно с Комитетом по инвестиционной политике, при контроле управления капостроительством области, построим дом с целевым назначением для улучшения жизнедеятельных условий. Многодетных семей, семей граждан, страдающих хроническими заболеваниями, переселенцев из аварийного жилищного фонда после пожара, граждан имеющих статус реабилитированных, последний у нас остался в области, и больная отдаяна с проблемой, это обеспечение жильем детей-сирот. Специально, при непосредственном участии губернатора, был задуман этот проект, когда, исходя из нашего регионального закона об улучшении жизнедеятельных условий, был запроектирован дом, где мы могли бы решить, исходя из других норм законодательства, ну, многие знают, что такое квартирное по сиротам, не более 25%, решить эти проблемы. На сегодняшний день мы имеем результат, когда в городе Венгити не остается в очереди на получение граждан, имеющих статус, страдающих хроническими заболеваниями. Это несчастье, которое было, когда ждали несколько лет больше Венгити, таких категорий не остается, хотя, конечно, что жизнь здесь жизнь, они будут добавляться, но уже не в таких огромных количествах. Три-четыре квартиры Минстрой построили для этих граждан. Последнее решение по реабилитированным. Больше нет исполнительных листов в отношении Минстроя по переселению, эти полномочия перешли на органы местного управления. Конечно, хотелось бы, чтобы был лучший результат в отношении граждан многодетных семей, но стоит сказать, что в Венгристе практически это тоже первая ласточка. И с учетом ранее сданных домов на улице Геофизика, в Венгристе, в Венгристе, 54 плюс 12, 66, плюс 13, извините, граждан детей и сирот улучшат жилищные условия. Это в Венгристе, где, к сожалению, в период с 17-го года, если мне не изменять память, представления жилья гражданам в этой категории не было, и Венгристе серьезно просил. Прежде всего, хочу всех поздравить, что такое событие все-таки свершилось, что этот достаточно интересный пилотный проект удачно смог завершиться в уходящем году. Так, первый у нас, первый дети сироты, город Пугачев. Я буду называть фамилию, буду ставить один конверт. Можно открывать. Фамилию скажи. Альмухова Лада Владимировна. Называйте адрес. Пугачев, так, улица Октябрьская, дом 109, квартира 83, общая площадь 32,8 километров. Так, подрался четыре квартиры, специально сделано, для населения. На самом деле все произошло не так долго. Мы ждали всего год, нас не обошли. И мы счастливы безмерно, потому что ребенок проблемный, и мы живем в очень маленькой комнате. И теперь мы будем, у ребенка будет свой угол, у нас свой. И, в общем, мы счастливы. Конечно, довольны. Наконец-то 9,5 лет. С 2011 года. Вот там очереди. Наконец-то сегодня выдали. Которая была в деревне, очень далеко. Недоступные там ни школы, ни больницы, ничего нет. Приехали в город. Комната вообще жить, жить тоже невозможно. Вот, наконец-то. Очень счастливо, спасибо. Я попала в категорию реабилитированный. 19 лет. Я ждала эту квартиру. Вы единственная в эту категорию попали? Я единственная осталась в этой категории с 2003 года. Теперь я буду жить на, это, Василевского, маршала Василевского, дом 39. Я довольна, что за меня беспокоились, что за меня интересовались, что успокаивали, что была надежда. Я всегда была с надеждой, что все равно когда-то я получила.